я не знаю что-то землячок мой гродненский прицеп кинул куда-то тягачом уехал суперцеп стоит четвертый регион гродненский а мы это едем на третью не знаю что я прошлый раз так это тупанул вот это здание я строю это предприятие вах строил вот я сюда привозил pink berry до производства мороженого точно этого конечно еще у них кстати сюда же стройка продолжается вот тогда тут еще только остов был стены к варится просто поэтому когда первый раз ехал не узнал а назад возвращался уже так это внимательно посмотрел смотрю да точно то что вот тут вот и был но мы короче едем обратно этой же дорогой время уже 15 6 ехать еще 13 километров надеюсь там фирма адрес не придет нас опять к кладбище а потом 500 метров надо в сторону ехать заказов 500 метров отсюда склады ну оттуда позвонили сказали что все ждут там два полетика компотов каких-то заберем короче поедем у нас будет я уже потом полностью груз покажу сейчас было никогда с этой камерой бегать хорошо что сегодня все-таки все заберем завтра останется только чтобы нас оформили три брокера прикиньте один образ там чуть забыл и все и остальные еще не могут сделать но это будет завтра вот это безная кстати которая потом заканчивается здесь еще машины едут она примерно вот такого качества как здесь дорога поэтому назад уже на сиуан мы будем выходить через город более здесь мы уже все объездили уже как-то даже не интересно третий раз сюда ехать ну совсем же уже не вставляет право вот я сейчас скажу я уже 105 километров сегодня по еревану накатал офигеть пути господни неисповедимый вот мы опять вернулись вот та фирма где мы только что грузились сейчас нам еще влево теперь надо ехать мимо кладбище почему нельзя забрать все сразу по идее как бы да логично можно было бы забрать там потом забрать туда куда мы сейчас едем но дело в том как это все взвесить на таможне на весах получается даже если вот эти два палета их нужно снять кто их будет снимать я когда сейчас весов съехал меня тоже с территории выгнали то есть это нужно а весы и там идти кто снимает и все там граждане и люди где-то кого-то чет договариваться вот поэтому как бы она была бы да логично все это дело забрать сразу но кто это там будет делать первых это будет не бесплатно но это полбеды 2 как там ты с кем договариваться поэтому здесь наверно проще туда-сюда съездить без 26 сказали что ждут меня дождутся здесь вот мы разворачивались а нам еще 18 километров надеюсь что я тут тоже никуда не залезу не почту такое серьезное он не должен вроде как поэтому вот не вариант так тогда все за раз забрал ну и плюс это же надо куда-то выгрузить это это сложить поехать взвеситься обратно загрузиться там никто этим заниматься не будет на таможне поэтому через 300 метров поверните налево вот нам туда нас была такая мысля но она так мысль и осталось потому что просто осуществить ее нереально обовян налево вот нам на них в него один километр остался таки на подъеме пятаки грузить вот он и обовян и здесь нужно проехать 700 900 метров километр в общем здесь дт подешевле на 10 драм чудовида тучки набежали целый день тридцатник был 30 в городе так и ереваней не 32 было даже через триста метра да ты меня так очень хитро опять хочешь куда-то свести по идее наверно туда куда надо нормально вот площадка бывшая заправка старевшая что ли маковой расселки во рту не было так может потом здесь заедем покушать так вот сюда направо а затем поверните налево подбор а вот точно вон вижу фирму да все правильно кстати здесь возле этой фирмы можно наверно мне вот сюда держать вам идти мать сама знает говорит заезжай тебя там уже заждались сипа никто прямо на месте он все растет все плоды вот что-то тут нам где-то должны загрузить пару палет пойдем сейчас пойдем искать кого-нибудь вот к этим воротам надо подогнать разворачиваемся ставим сейчас два балета нам закинут и что сейчас тут разузнаем чё куда когда нам и цены вообще сегодня наверно поеду весы пройду правда у меня драм нету если их не фирма там проходит по безналу а нет я не знаю где-то денег снять так-то 4000 я заплатил за вторую контору обещали вернуть завтра скажу потом вернули нет а здесь сейчас если ехать у меня ты еще осталось как и наличку то в основном не снимаешь за снятие там только проценты теряешь туда-сюда а пойду грузиться хорошная но нормальный груз до отсюда загрузили документы отдали два палета каких-то что это компот из кизила вот что мы повезем 4 палета оливков два палета зеленых два палета черных то и там впереди коробки и от кофе вот и все наше счастье весь наш груз я бы все время такое возил до сборка да надо побегать сегодня но ничего говорю зато ценник на нее почти такой же как вести двадцатку а я думаю до пятигорска то наверно больше бы не дали ну максимум там на чуть чуть больше тащить двадцатку тонн отсюда одно что радует что вес небольшой что по горам будет легче ехать и так далее все пошли закрываемся вы едим сейчас позвоним брокеру еще последнему и это и будем тогда уже определяться что нам делать первое что мы сейчас будем делать это мы станем поедимы а лором приветствует алексей водитель вот загрузил два палета на самар на пятигорск скажите ну оформляться мы будем то завтра я так понимаю правильно естественно у меня таких два вопроса завтра они во сколько там начинают мне как вообще как бы сегодня ехать проходить весовую свешиваться а такой такой вопрос а за весовую как бы как оплачивает здесь потому что или мне свои нужно уплачивать 44 до меня смотрите я как как скажете как удобнее я во сколько скажете столько прием я могу сегодня пройти то есть в принципе если мне вернуть ну взял авто да там да 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 еще два груза и все же документы как у меня там смр куш вам нужно будет еще тоже отдать да да они мне все дали те на те грузы грузы все документы позабирали то есть смр кем не позабирали на загрузках а это сказали что я там с вами встречусь и вам все отдам где дали нет танцы мы там они забрали цемерки будут печатать и потом там напрямую сразу а бракером он дадут но да ничего не дали вот счет фактура тут лежит да 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 печать можно и так я могу свою дать как хотите если вам удобнее самим cmr напечатать печатайте без проблем у меня печати все есть на линчу сорвалось что-то сорвалось чудо соскочила чего я должен 4000 грамм отдавать правильно хотя ты немного наверно мне перезвонить хотя ты немного но там 4000 там 4000 получается 8000 а 8000 грамм это тысячи россии но меня заняты в общем ладно я сейчас выезжаю все равно я буду кушать мы туда поделимся что все равно есть не ходи 4000 грамм выдерут то ли сгорела то ли и разобрали и ну как сгорел кота особо не видно когда-то была заправка фух наконец-то немножко эта тишина и спокойствие настало а то звонят бракера скин то от профита сбросится мэрки сброси фото тех паспортов того сего 5 10 короче голова кругом желудок уже к позвоночнику прилип все вот у нас вот чай закипает там уже картошечка курочка домашний салатик еще остался оливье сейчас то ли обед то ли ужин наверное уже обеда ужин у нас будет сразу и потом поедем на таможню на барбос так ну груз вы видели чечки поют все приятного нам аппетита пошли кушать до жулик что ты наверно по-русски никс вирштейн на что ты пошел иди косточку дам хочет в общем притарахтели бы обратно к таможне уже видится сумерки почти стемнело время пол девятого вот так то в принципе получилось пока мы там кишкаблусном занимались наверное все пробки рассосались я ереван прошел вообще четко красиво нигде не прилип ничего созвонились тут брокера там между собой созвание за триж брокера все три разные короче сказали так они завтра определяться как только они там уже будут все готовы втроем в бой они мне позвонят я говорю мне за 10 минут позвоните вот надо я чтобы я был здесь игре без 10 10 не позвоните я буду у вас нужно таможню мне направо я щас пару километров влево земной когда-то с михао владимировича ночевали ну и я там уже ночевал до этого в общем время вместо ну типа проверенная ночевали мы там спокойно никаких проблем не было поедем туда потому что сейчас ехать брать отвес ну поехали брат ёбаю не спи дорогой ехать сейчас брать отвес я говорю у меня горит тысяча драм в кармане налички говорю у меня нет все 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 брат все завтра я горит сам заплачу а то как бы так даже без топ без тонкого намека что типа ну ты заплати эти завтра отдам и он нормально сюда 4000 туда 4000 туда 4000 так так говорю можно насобирать 16000 грамм если как мне по идее четыре раза надо было въезжать иранцы на бочках на сканиях вот не зря с утра ищут я щас утра пост этот по фотку в инстаграм выкинул что там жарко будет ценек будет жарким ценек получился не только жарким но и так не в прямом смысле но еще и в переносном и жарким и напряженным пришлось сегодня так это довольно неплохо потрудиться все мы сделали все хорошо главно чтоб на завтра не слишком поздно здесь оформили хотя бы часам хотелось бы часам к двум уже чтобы у нас оформили это получается здесь проходит оформление то которое проходит надо делать на баграта шине то есть уже в баграта шине на границе можно еще оформлять не будем в таможне все просто приехали паспортный контроль прошли и свободны то здесь уже оформляется все документы на верхний вас вот еще одну таможене интересно мой михаил тут стоит или нет если он на эту таможене ехал вроде бы на эту что там места свободные есть нету там и маленькие машинки стоят вот здесь прерывистая я думаю нам и место все найдем где припарковаться тут какой-то то ли магазинчик то ли что там он вот это бы был вы конечно бы был убрать бы вот это было вообще клондайк вот здесь можно стать в общем станем сейчас только тут развернемся вот здесь в принципе можно стать еще никаких проблем посмотрим короче все друзья пока на сегодня рабочий день закончен сейчас вот здесь судьбы развернемся аккуратненько и будем отдыхать на сегодня все Продолжение следует... 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 красиво это ваше мере мэрия и там завод но не светила его не видно там за забором это вот здесь коньяк этот знаменитый раду пускаю да да сегодня почему не светится что они но короче мы их заметили ладно он он не светится зато он там красиво а точно вон наверху видно да 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 видно на камеру ереванский коньячный завода так что это так понимаю уже самый центр раз мэрия дальность самый почти самый брейдзи а это тоже коньячный замок он завтра на дегустацию вас привести завтра мне не на дегустацию мне завтра на таможню и потом мне надо кручу-верчу обмануть хочу работать вот это класс здание это да вот это здание и продолжается сливается созданием ух ты солидно солидно а какой солиднее завод арарат или вот этот какой центр ереван я понял короче здесь можно прийти подегустировать и покупать не надо серьезно я говорю да может прийти подегустируйте не покупать вот на этом часы а а за ним находится посольство российской федерации за мэрия это мэрия еревана а где вот эту страны вообще все страны управления парламент это вот тут вот тут где у вас шумели да вот этот парламент парламенту я не пойду там эти стоят а там эти шумы туда ну туда не поеду потому что даже парламент мы не увидим сейчас данный момент закрыто все я понял не они конечно него у нас будет сейчас впереди надеюсь фонтан и ереван плаза не страшно но это как центральный парк еревана да получается получается до центры я понял центральный боже через один светофор а это что там у за большое здание забыл сам не зеливана сам не могу я залил по громче музыка это да я должен слушать это да это старый город получается старый город москве хорошо попадем в москву я приеду поедем по москве кататься ради бога я за я понял вот этот центр ереван там у нас поющие фонтаны за понятных причин не включают час ну естественно как как раз как хорошо сидеть справа стороны можно камеры крутить направо налево и когда если ты сидишь за рулем еще успевать за дорогой смотреть как площадь называется так и раме хочет северный как так и раме как тут же отдыхают положено же если пить как и как и и как 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 и и Друзей, здание, я помню написано было в министерстве финансовой экономики, правительство, тут тоже какие-то министеры. Я сам редко бываю, хоть живу, снимаю в Ереване, неподалеку у меня дом здесь, купил, но не иду сюда. У нас вороваль, в нем, там, как разрывается, все эти старые выпадения, пастила. Вот здесь, да? Ага. С меня плохой, сколько салона, я не спорю. А с меня какой? Отличный, весь мир показал. Да-да-да, что вижу, то и говорю, как говорится. За что купил, зато и продал, да. За что купил, зато и продал. Как говорил Паниковский, Паниковский вас купит, прода... Нет, продаст, купит и еще раз продаст, но уже дороже. Главное, что дороже. Да-то он и Паниковский. Как проспект называется? Проспект Месропа Маштоца. Ага. А вот там, вдали, это мать Армения, да? Месроп Маштоц, человек, который писал наши группы. А-а-а. Альфа-гейт. Как геряем их вроде, если меньше брать грусты. Угу. А там вдали мать Армения. Сейчас темно, конечно, не видно. Сейчас поедем, поднимемся туда. Хорошо. Но все равно, самый центр. Кстати, у грузинов тоже буквально написал. Да? А-а-а. 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 Узкие улочки Еревана. Справа кафе, слева кафе, рестораны. Свет тоже иногда забывает включать, да? Там девушка за рулем. Классика жанра. Ей простительно. Каскад. Классика. Смотри, о. Брусчатка. Тут парк Каскад. А-а-а. И туда парк. И скульптуры такие необычные. Да-да, я вот уже заметил вдалеке. И вон вдалеке светится, называется, голова плана. И там каждый этаж, ну как рестораны или все такие. А-а-а. Сейчас мы остановимся. я посмотрю да ара . у меня жена уже знает только первая фраза что она выучила . денег нет да сейчас мы уже смотреть как тут получится у нас где-нибудь припарковаться и там на каждом этаже тоже ресторана и ну ты разные то театр потом а она за вверх можно подняться в лестнице не помню сколько штук мой один раз поднялся молодой человек за сердце захватился лучше не повторять заходи все добро ну да ну что на какой ступеньке сердце остановится с богом ухты точно цвета меняет где 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 вот это вот голова ну это наверху там еще не дошли а это маленькая а все я понял здесь мы еще не дошли до самой сердце пока на месте должно остаться чуть-чуть осталось какая красота открывается какой вид просто обалдеть ночной а днем тут еще красивее но осталось чуть-чуть наверно где-то одна треть того что прошли смотри с красота какая а что-то же обозначают красиво вот тут что-то написано по вашему написано ясно ну главное что красиво в общем дальше у нас пройти получается ремонт но а так вот перед вами столица армении конечно камера всего не передает поверьте на слово очень красиво все начинаем спуск 675 ступенек мы их сделали теперь будем напрягать колодки притормаживать красиво красиво а этот но теле башня да там это вот все трансляции сетели ну да вот так вот если на нее присмотреться так точно она под эту под астанкин скую что так подкашивает даже вот в центре как будто к крест нету ресторана там тоже ресторан короче мини астанкин ской тоже хорошо ухты а это что-то вот они обозначают эти фигуры да просто да это код там у нас вроде как на пингина похож а там что впереди а там что впереди как в конце этого парка короче тут парк статуэток укажешь он отдыхает с сигаретой главное это ручка у нее в руках сигареты курить вредно уважаемые ладно то наверно туда мы не пойдем темно было бы светло так поехали туда куда-нибудь дальше парламент армении проехать мимо и не снять последнее время стал довольно знаменитый кавычками новостью а это мы получается там и объехали до одесса мы едем памятником мать армении там парк вот это уже у нас впереди вот так прям по углу парк победы все понял мать армения у нас там стоит мечом на руки мать армении только сзади парк победы тишина хорошо уже не жарко вообще песня туда получается даже к ней подняться можно на пойдем подниматься пойдем поднимемся добро пойдем посмотрим а и эту и ту я это и как бы сам парк вот добро добро катюшей ракетные установки самолет а там парк этих аттракционы люди отдыхают а это это он фигня наверно поднимается которая да потом людей вниз бросает ух ты как высоко она поднимается сейчас их там наверно крутить будет нет не скидает это наша за что у нас 45 . по моему а здесь даже вход какой-то туда внутрь можно зайти но не сейчас но вообще не знаю только браться что вам будет видно конечно освещение притуплено а вот там вечный огонь а вот это вот она мать армении тридцать четверка вон стоит и вечный огонь отсюда красиво святое место в любом городе у нас даже в девяностых тупые годы перевороты все дела у нас тут вечный огонь горел но разными путями но горел не гасили да не гасили никогда в жизни и у нас в эти года сравнивая с другими странами не закрыли зоопарк люди сами приносили туда животных животных кормили да ну вот как то так не красиво конечно вечный огонь и тут такая статуя величественная а почему с мечом кто к нам с мечом придет тот от меча типа это обозначает да и у нас когда матери берут оружие то это означает что все земля мать ставила на ноги я понял женщина взяла оружие дай бог чтоб никогда не женщины никто не женщины не мужчины вообще уничтожить бы это оружие к чертовой матери и снова весь ереван как на ладони ок сюда точно днем надо так то ночью тут все светится но это днем надо видеть конечно с высоты город вот братцы поверьте нас во всем оно красиво даже ночью завершение вечера зашли скромно покушать вы думаете это только аперитивчик это только начало такой ресторан здесь тишина как раз возле парка победы еще что то это а это важно это вот это а все я понял ох хотел похудеть алексей николаевич не выйдет приятного нам аппетита да да а калории сожгли сейчас надо вернуть все точно когда принесут основное блюдо я тоже вам покажу а теперь нам приятного аппетита а вот теперь все полностью полный капли если вы знали друзья какой стоит аромат я думаю у вас слюнки потекли даже на той стороне экрана все спасибо этому человеку приходите все теперь нам точно приятного аппетита будем мы ужинать все друзья сейчас ночи надо отпускать человека все спасибо брат спасибо и вам вечер ужин я все я дышать не могу всем привет всем пламенный из Армении все на связи на связи давай дружище обязательно конечно хорошо давай хорошо домой добраться спасибо все а мы тоже пойдем отдыхать давай счастливо учил свет ну что вечер конечно концовка была просто обалденная покатались поужинали поговорили пообщались в общем классно все надо идти спать завтра трудный день всем спокойной ночи и а и и а и и и Продолжение следует...